Власти готовятся к росту количества инфицированных вирусом COVID-19. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Дадон на заседании с руководством премарии Кишинёва, менеджерами муниципальных служб и предприятий. «Ситуация не улучшится за неделю-две. В дальнейшем количество людей, инфицированных COVID-19, может возрасти. Так что мы должны быть подготовлены гораздо более сложному этапу, с которым придётся столкнуться. Обсуждается создание дополнительных карантинных центров, открытие региональных лабораторий в Бельцах, Кагуле, Камрате, Единцах и Приднестровском регионе, а также дополнительных мест в больницах. Сейчас развертывается полевой госпиталь в одном из павильонов Молд-Экспо на площади в 5000 квадратных метров. После заседания президенты премар Кишинёва Ион Чибан посетили центр, где устанавливают оборудование военнослужащие. «Посетили выставочный центр Молд-Экспо, где решением Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям будет открыт карантинный центр для лиц с подозрением на инфицирование коронавирусом нового типа. Ознакомился с ходом работ по обустройству павильона площадью 5000 квадратных метров. Прилагаются усилия для того, чтобы через несколько дней было создано около 300-400 мест и организована необходимая логистика для приёма лиц с подозрением на COVID-19. Первоначально в карантинном центре будут делаться тесты для диагностирования инфекции, по результатам которых заражённых людей отправят в больницы, а здоровые смогут уйти домой». Выступая накануне на одном из телеканалов, министр здравоохранения Виарико Домбревяну отметила, что ситуация с распространением пандемии в Республике Молдова может быть хуже, чем прогнозируют врачи. Власти готовились к приёму до 2000 инфицированных, но сейчас готовятся к приёму до 3000 заражённых человек. В то же время ВОЗ предупредила, что в Молдове может быть зарегистрировано до 28 тысяч заражённых людей.